ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да чего же странное существо человек! Вся его жизнь сплошное чудо, но как раз в чудеса он и не верит. Всем хорошего дня, хорошего настроения! Начинаем праздники на 21 мая! Поехали! Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития. День полярника в России. День Тихоокеанского флота ВМФ России. День военного переводчика в России. День матери в Кыргызской республике. День войск ПВО Армении. День независимости Черногории. И день работника БТИ. Сегодня еще есть необычные праздники. День мус и вдохновения. И день обмена талисманами. А также в этот день, день Иоанна Богослова. Праздник предой в Болгарии. День памяти жертв Кавказской войны в Абхазии. И праздник Пировассия. Огнехождение в Греции. А в народном календаре Иван Долгий. Именины сегодня отмечают Адриан, Арсений и Иван. В этот день в истории есть знаменательные события. В 1502 году испанский мореплаватель Жуан Данова открыл остров Святой Елены. В 1731 году начало основания Тихоокеанского флота. В 1904 году в Париже основана Международная федерация футбольных ассоциаций FIFA. В 1937 году начала работу первая в мире дрифующая на льдине научная станция «Северный полюс-1». В 1961 году в СССР прошла первая телетрансляция матча футбольной сборной из-за рубежа Польши-СССР. И в 1969 году первый полет транспортного самолета Ан-26. И родились в этот день, в 1265 году, Данте Алигьери, итальянский поэт и мыслитель, создатель итальянского литературного языка. В 1471 году Альбрехт Дюрер, немецкий художник и теоретик искусства эпохи Возрождения. В 1792 году Гаспар Гюстав Кориолис, французский математик, инженер и ученый. В 1891 году Михаил Зинкевич, русский поэт и переводчик. В 1921 году Андрей Сахаров, советский физик, академик, политический деятель, правозащитник, нобелевский лауреат. В 1924 году Борис Васильев, советский и российский писатель, общественный деятель. А в 1932 году Инесса Яумземе, советская легкоатлетка, олимпийская чемпионка, врач. В 1934 году Глеб Памфилов, советский и российский кинорежиссер, сценарист, народный артист РСФСР. В 1937 году Софико Чаурелли, советская и грузинская актриса, народная артистка Грузии и Армении. В 1949 году Любовь Полищук, советская и российская актриса, театр и кино, народная артистка России. В 1955 году Сергей Шойгу, российский военный, государственный деятель, генерал армии, герой России. И в 1963 году Елена Водорезова, советская фигуристка, российский тренер по фигурному катанию. На сегодня все. Спасибо, что вы нас посмотрели. И знайте, настроение нужно настраивать. Всем хорошего настроения, всем удачи и пока!